Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, Истории вам без цензуры, расскажет рокер Валащук. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Сегодня у нас будет теоретическая лекция с наглядными примерами. Меня часто обвиняют в неконкретности. Говорят, что вот ты придумал термин хэви-метал-попсо-шансон, А не приводишь конкретные примеры различных групп, которые играют в этом прекрасном стиле. Согласен, я не называю групп, но зато я полностью разделяю мнение многих слушателей, Что это действительно великолепный стиль, объединивший в себе лучшие достижения и попсы, и шансона, и хэви-метала. И я объясню вам, почему я раньше не приводил примеры. Просто в своих блогах, начиная еще с прошлого года, Я очень много и подробно рассказывал о результатах своих исследований рок-музыки, И о выявленных мною критериях рока. Часто говорил об этом и в своих рецензиях на концерты различных музыкальных коллективов. Поэтому и был уверен, что уже все уважающие себя рок-музыканты и рок-фанаты, Без сомнения и без исключения, знают о моем существовании и о моей теории. Так как очень задорно смеются надо мной и над определенными мною критериями рок-музыки. Вот поэтому я не сомневался, что все уже прекрасно знакомы с этими канонами И в состоянии сами оценить, что они слушают и в каком стиле играют. Относится ли то, что они слушают и играют к рок-музыке? Или все-таки это именно хэви-метал-попсо-шансон? Поэтому думал я, зачем мне лишний раз надоедать уважаемым людям, они и так все знают. Вот так я рассуждал и поэтому не приводил конкретные примеры. Но теперь я понял, что не до всех дошло. Вернее, не так, дошло мало до кого. Ну, так в истории бывало не один раз. Самый известный случай, когда люди долго думали, что солнце крутится вокруг земли. Хохотали над всякими умниками, которые говорили обратное. На кострах их полили. Долго доходило, несколько столетий. Надеюсь, что сейчас времена не такие суровые. И адепты тяжелого металла не спалят меня на радостях. Поэтому я не поленюсь и осмелюсь еще раз кратко рассказать об основных отличительных признаках хэви-метал-попсо-шансона. По сути дела, уже в самом названии этого прекрасного стиля, в этом сложно сочиненном слове, уже заложено объяснение его главных особенностей. Это именно соединение, во-первых, лучших традиций российского модного инкубаторского хэви-металла. Таких как грязное звукоизвлечение, пение мимо нот, запредельный по громкости и глухой звук, а соответственно, неразличимость нот и слов в инструментальных и вокальных партиях. Далее, подражательство во всем западным рок-коллективам, и в звучании, и в манерах, и в одежде, и в текстах, и, соответственно, полное однообразие и неотличимость одного музыкального коллектива от другого. Во-вторых, в этот чудесный стиль включены многие наработки и достижения нашей лучшей на планете попсятины. Такие как, опять-таки, полное однообразие и неотличимость одного музыкального коллектива от другого. Возвышенные и лирические тексты про несчастную любовь. И самое главное, пение песен точно в долю. Так как мозг попсовика не в состоянии освоить что-то посложнее равнодольной и равнодлительной вокальной ритмики. Это когда детки под елочкой у Дедушки Мороза поют и притоптывают ножкой в такт. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Или когда пламенные революционеры на конспиративных квартирах пели Смело, товарищи, в ногу. Владимир Ильич Ленин очень любил, чтобы соратники пели точно в долю. Раздражался, когда кто-то выбивался из ритма и не притоптывал ножкой. О том, что многие наши так называемые рокеры не знают и не понимают, что в роке другая, более сложная вокальная ритмика, расскажу один недавний случай. Мне буквально на днях один профессиональный музыкант из очень известной, как они сами себя называют, рок-группы, написал мне в комментах, а почему ты не ставишь окончание фраз в долю, в такт, как будто торопишься их произнести? Я ему отвечаю, так классическая же рок-музыка, вокальная ритмика синкопированная. Ты разве этого не знал, 20 лет играя на сцене? И привел ему наглядные примеры классических рок-песен из репертуара классических же великих рок-коллективов. Он затих. Уже неделю на связь не выходит. Видать, слушает и считает доли такта. Проверяет, в долю они поют или все же в синкопу. В общем, озадачил я парня. И в-третьих, в этот прекрасный стиль взято самое лучшее из нашего российского шансона. Это опять-таки уже дважды упомянутое мною полное однообразие и неотличимость одних шансончиков от других. И самое главное, пацанские жизненные тексты, а также мат-перемат. Вот что такое хэви-метал, попс и шансон. Если вкратце. Это вот такое вот три единства. Металла, попсы и шансона. Вот такое вот удачное объединение лучших достижений современной русской и зарубежной эстрады. Надеюсь, что теперь понимание сути и отличительных особенностей этого прекрасного стиля дойдет уже даже до самых продвинутых меломанов и музыкальных критиков. И даже до тех, кто давно и надежно сидит в танке. Но должен добавить, в последнее время хэви-метал, попса-шансон стал мутировать. Стал впитывать в себя еще и лучшие черты нашего набирающего популярность доморощенного попса-репа. Не репа, а именно репа. Оттуда хэви-метал, попса-шансонщики берут гнусавый деловой голос видавшего виды бывалого пацана. Тексты про район, тяжелую жизнь, плохих ментов, поганую власть, несчастную любовь. И самое главное, берут оттуда речитатив. То есть, говорение в долю, в такт. Точно такое же, как и в попсе. То есть, берут ту же самую, самую простейшую вокальную ритмику. Невдомек ребятам, что в классическом, аутентичном рэпе в долю не читают. Это делают только в попсо-репе. Как в нашем, так и в зарубежном. В настоящей рэперской читке очень сложная вокальная ритмика. На мой взгляд, это самая сложная вокальная ритмика из всех современных вокально-инструментальных стилей. Здесь акценты или ударения в словах ставятся в различных местах тактовой сетки, а не только в долю. И рифмуются слова не только на окончание фраз и перекрестна, а по всему тексту песни, в самых неожиданных местах. И акценты эти ставятся таким образом, чтобы добиваться потрясающего свинга, кача или, как говорят рэперы, грува. Но это очень сложно. Здесь надо либо математически высчитывать постановку ударных слогов в то или иное место тактовой сетки, а для этого надо иметь хотя бы начальное школьное образование. Либо обладать потрясающим природным чувством ритма. Если нет ни того, ни другого, то будешь скатываться в простейшую равнодольную вокальную ритмику. Как в попсе это делают. Только там поют, а в попсо-репе говорят. И получается речитатив, как у Софии Ротару. Я, ты, он, она, вместе, целая страна. Но это не рэперская читка. Это именно речитатив. Вот у нас в стране как раз в основном попсо-реп с банальным речитативом. В долю. Мало кто у нас по-настоящему рэп читать умеет. Поэтому с учетом влияния попсо-репа, думаю, надо уточнить и мое название. Считаю, что теперь будет более правильным называть этот глобальный всеобъемлющий стиль хэви-метал, попсо-репа шансон. Раньше такой всеобъемлющий стиль называли кабацким. Ну типа, чего изволите? Можем и Мурку, а можем и Бетховена с Дип Перплом слабать. Ну а чё? Затем Федор Чистяков из группы Ноль назвал этот великолепный стиль говнороком. Но я считаю, что мое название, хэви-метал, попсо-репа шансон, все же точнее отражает суть этого прекрасного культурного феномена. Так как в самом названии уже заложены все его отличительные характеристики. И теперь, когда я напомнил всем присутствующим о традиционных отличительных чертах этого великолепного стиля, а также поведал о его новых мутациях, я хочу исправить свою недоработку в части наглядности и приведу конкретный пример группы этого музыкального направления. Сегодня я расскажу вам об одном из самых блестящих и модных представителей российского хэви-метал, попсо-репа шансона. Но прежде чем рассказывать об этом в великолепном музыкальном коллективе, я сделаю небольшое отступление. Меня и мою музыку все время критикуют разные любители тяжелого металла. Говорят, что я ничего не понимаю и ничего не умею. Что мне должно быть стыдно называть себя рокером. Поучают меня, как надо играть, как петь, как держать гитару в руках. И еще рассказывают мне, о чем должен петь настоящий хэви-метал-рокер. Я им очень интеллигентно отвечаю, что я не играю хэви-метал, что я играю в другом стиле, в стиле новый хард-рок. Не слышат. Ну или не доходят. Все время приводят мне в пример всяких Мэшуга, Мастодон, Дисторп, Брингмидзе Хэрайзен и прочих монстров зарубежной эстрады. Я им говорю, ребята, а наших не назовете? А в ответ мне говорят, да ты че, мужик, наших еще больше, перечислять устанешь? Но когда я прошу подобных критиканов назвать мне конкретные группы, то их перечисление, как правило, заканчивается на третьей, ну максимум на пятой группе, да и то все перемешано в кучу. Панк-рок, метал-кор, трэш-индустриал и так далее. А затем знатоки местного металла начинают чесать репу, припоминая что-нибудь приличное, припоминают что-нибудь, что хоть немного умеет играть и сочинять осмысленные тексты, но вспомнить ничего не могут. И опять начинается старая песня про Пантера, Бегемот, Тул, Рейнджи Гэйн Дэ Мишин, Файв Фингер Дэд Панч и так далее. Поэтому я решил сам разобраться в этом деле. Посмотреть, а кто же у нас тут в нашей необъятной стране такой крутой рокер, что мне должно быть стыдно из-за себя, из-за свою музыку, из-за свои стихи. И начал я понятное дело с Ютуба. Я очень долго, простите за молодежный сленг, шарился по необъятным просторам интернета. По всяким группам, по всяким блогерам, поясняющим, что с чем едят, и составляющих собственные рейтинги величайших российских рок-групп, за которые не стыдно. Но при ближайшем рассмотрении всего, что хотя бы мало-мальски умеет играть, я понял, что вся перечисляемая моими критиканами огромная куча российских хэви-метал, панк, рэп, рок-групп оказывается огромной кучей именно этого самого хэви-метал, попсу, рэпа, шансона. Я понимаю, что мои критиканы в основной своей массе люди дремучие и очень далекие от музыки, и поэтому не понимают стилистических особенностей разных жанровых направлений рок-музыки. Но этого, как я уже убедился, не понимают и многие наши музыканты. Подавляющее большинство наших металистов и панков не знают ни основополагающих критерий в рок-музыке, ни границ собственного заявленного ими стиля, а соответственно, в силу этого непонимания, они не в состоянии добиться стилистической чистоты собственной музыки. Играют как получится, то есть как попало, или другими словами. Колотят со всей дури в барабаны и рвут струны на перегруженных гитарах, просто эклектично смешивают в одну кучу все, что только можно. И этот шлак называют всякими мудренными именами. Дет-метал, дум-метал, трэш-метал, индустриал-метал, ню-метал, блэк-метал, альтернативный метал и еще десятки всяких металов. Но если их спросить о музыкальных критериях заявленного ими стиля, то в ответ мы услышим только невнятное мычание. Не знаю. Я часто задаю подобный вопрос в комментах своим критиканам, а в ответ мне говорят, что я их оскорбляю, задавая такие высокоинтеллектуальные вопросы и перехожу на личности. Но должен сказать всем этим великим рок-музыкантам, что в жизни всегда получается, что попало, когда не понимаешь, что делаешь. И когда даже слов таких мудреных и не слыхивал, как критерии стиля. Делаешь по наитию, как получится, как тебе нравится. А потом оказывается, что это даже отношение к рок-музыке не имеет. То ли попса под тяжелые звуки гитар, то ли шансон под громкие барабаны, то ли реп с пацанскими текстами про тяжелую жизнь на районе и гитарными запилами с другой оперой. В общем, именно то, что я и называю хэви-метал, попса, репа, шансон. Но при этом все эти музыканты мнят себя великими рокерами и вместе со своими поклонниками в веселости бутся над Волощуком СД, создающим чисто стильный, чистопородный хард-рок. Они же играют настоящий тяжелый метал, но только не могут никак понять две вещи. Первое. Почему их не признает широкая публика в своей же родной стране? Почему их не допускают до телевизора, до большой сцены? Почему на их концерты ходит так мало народу? Ведь они же такие крутые, продвинутые и несут передовую музыку в отсталые российские массы. И вторая вещь. Почему их не признают на Западе? Ведь они точно так же лихо колотят в барабаны и сотрясают в воздух перегруженными гитарами. И гитары у них точно такие же, с точно такими же педалями, и которые точно так же звучат. Более того, у них точно такие же и тексты, и одежка, и прическа, и наколки. В общем, полный инкубатор, но почему-то не признают. По первому вопросу у них такие соображения. Народ в нашей стране тупой, отсталый, и всякие старые пердуны, которые держат в руках радио, телевидение, и другие средства массовой информации, не врубаются в современную музыку, и поэтому глушат их революционеров, миссионеров, музыкально-поэтического прогресса, несущих луч света в темное царство отсталого и эстетически недоразвитого населения. По поводу уже запада у них мысли другие. Играем мы не хуже, думают они, но поем по-русски, и поэтому западные продюсеры нас к себе не берут. Надо учиться петь по-аглицки, и тогда все будет, как доктор прописал. Тогда точно возьмут. Ведь они же точно такие же крутые, как и всякие пантеры со слепнотами. То есть у чуваков даже мысли в голове не возникает, что ни там, ни тут никому не нужна их вторичная подражательская музыка, никому не интересны российские инкубаторские группы с эклектичной музыкой, грязным глухим звуком, похабщиной матерщиной и злободневщиной про район, наркоту, тяжелую долю и про плохих ментов. Но это, извините, я немного отклонился от основной линии своего повествования. Продолжу. И вот после периода своих интернет-изысканий, когда я переслушал сотни песен разных российских метал-групп, неотличимых друг от друга, как близнецы-братья, ни по звуку, ни по текстам, ни по стилистике, когда я пересмотрел десятки инкубаторских клипов с типовым, очень сурьезным и суровым сценарием, где эти музыканты не отличаются ни по ухваткам, ни по одежке, ни по прическе, когда я пересчитал тысячи одинаковых, как под копирку комментариев под моими песнями и клипами, где эти инкубаторские деятели культуры так весело смеются над моими словами, что у рок-группы Волощука СД есть собственное, ни на кого не похожее лицо и по текстам, и по индивидуальному стилю, и по саунду. Вот когда я всего этого насмотрелся, наслушался и начитался, я решил все-таки походить на концерты тех наших метал-групп, которых всякие блогеры и журналисты хвалят больше других, которых называют надеждой русского рока. Может, думаю, вживую они все-таки больше похожи на индивидуальности, а не на инкубаторских, выращенных на западном комбикорме рок-цеплят. Вначале я посетил концерт группы «Аматори» в «Известиях Холли». Отмечаю, энергетически группа очень мощная, барабанщик выше всяких похвал, неплохой бас-гитарист. На этом перечисления достоинств заканчиваются. Вокалист зачастую пел мимо нот. В общем гуле невозможно было разобрать слова песен. Единственное, певец очень хорошо и внятно кричал со сцены «Сосите все!» Гитарные партии также разобрать было невозможно. Все сливалось в какую-то гудящую кучу. Мне могут сказать, что я ничего не понимаю в этой музыке, что она так и должна звучать на концертных площадках. На что я очень скромно отвечу. Ребята, я был на концертах ни одной западной группы, причем подобной стилистики. У того же Линдемана в ВТБ арене и гитарные партии и слова были разборчивы. Поэтому лечить меня не надо и учить тоже. Ученого учить только портить. Затем я побывал на концерте «Ауткаст» в питерском зале «Аврора». Тут звук был получше. Отчетливо были слышны гитарные партии и голос. И тексты были поприличнее. Сосите все, со сцены никто не кричал. Было однозначно получше, но там не хватало мощи, которая была у «Аматори». Публику «Ауткаст» точно так же как «Аматори» завести не смог. Да и публики было маловато. Человек 300-400 от силы. Количество публики подтвердило мои наблюдения, что не так много людей увлекается подобной музыкой. Всякие рок-блогеры, журналисты и доморощенные рок-критики вводят публику в заблуждение относительно популярности и прогрессивности этой музыки. Но, что намного хуже, они вводят в заблуждение самих музыкантов, которые не исправляют свои технические и стилистические ошибки. А зачем? Если блогеры и журналисты утверждают, что вся страна только такую музыку и слушает, просто власти не дают развернуться. Нет, ребята, количество публики на ваших концертах красноречиво говорит о популярности этой музыки, о популярности вас самих и о том, на правильном ли вы пути. О количестве любителей такой музыки косвенно мне сказал и мой сравнительный анализ концертов Аматери и Ауткаст, который я выложил в Ютубе месяца два назад. Его просмотрело где-то полторы тысячи человек. Я понимаю, что это говорит и о моей известности, но думаю, что вот этих полторы тысячи человек и есть то количество реальных любителей такой музыки. Потому что если бы я увлекался подобной музыкой, то я бы обязательно просмотрел эту рецензию, кто бы ее не сделал. И вот недавно мне удалось побывать на концерте еще одного рок-коллектива, который всякие продвинутые блогеры также позиционируют как надежду российского хэви-металла. Это брянская группа Wild Ways. Причем вокалист этой группы Анатолия Борисова с псевдонимом Толи Wild я уже видел и на концерте Аматори, и на концерте Ауткаст, где он как приглашенный гость подпевал хедлайнером. А это подтверждает мнение всяких великих рок-блогеров, что и группа Wild Ways причислена к лику лучших российских святых простите оговорился хэви-металистов. Но об этой группе и о самом концерте я расскажу завтра, чтобы не грузить вас слишком длинным блогом. Поэтому до свидания друзья, до завтра, но вы не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить ничего интересного. А здесь другого и не бывает. Из жизни русской профессуры из жизни докторов наук истории вам без цензуры расскажет рокер Валащу.